21 век, эра тотальной электрификации и цифровизации. При этом современная городская квартира может остаться без света. К сожалению, такое возможно, если вам не повезло с управляющей компанией. Об этой темной, в прямом смысле истории, расскажем прямо сейчас. О том, что на улице дождь, кировчанка Наталья Никитина узнает по капеле, доносящейся с кухни. Если миска на плитке на треть заполнилась за полчаса, значит осадки неинтенсивные. Остается только гадать, что тут творится, когда на дворе ливень. На ночь на плиту водорожается ведро. Еще несколько на полу под предполагаемая люстра и в других местах. Началось это с марта с небольшой протечки. У меня проблема со светом на кухне стала. Вызвала параллельно управляющую компанию, чтобы зафиксировали протечку, и электрика уже на свои средства. И обнаружила, что у нас люстра вся в воде. Пришла управляющая компания, составила акт от 26 марта. И 27 марта мне пришлось написать повторное заявление, потому что масштаб протечек стал увеличиваться. К источнику воды, образовавшемуся на месте люстры, прибавились еще несколько. Вздыбились обои. Воду в кастрюлю при приготовлении пищи хоть наливай прямо на плите. Электрик, пришедший на повторный вызов, сказал, что проводка скорее всего сгнила. И посоветовал во избежание замыкания обесточивать эту часть квартиры, когда течет. А весной текло всегда. В итоге свет в квартире Кировчанки остался только в одной комнате и коридоре. Так как нужное реле отключает сразу несколько ответвлений сети. Но лихабит до начала. Вскоре вода с потолка потекла и в комнате. И теперь Наталья все ближе к тому, чтобы остаться вообще без источников электроэнергии. С каждым дождем масштабы увеличиваются. Стала появляться плесень. И в принципе уже подходит к последней розетке. На мой первый акт пришел ответ, в котором обещали мне выполнить ремонтные работы до 1 августа при благоприятных условиях. Страшно думать, потому что лето у нас дождливое достаточно северное. И я не знаю, каким масштабом разрушения придет моя квартира к этому сроку. На каждый тревожный звонок по номеру телефона, указанному в квитанции, в управляющей компании предлагали вызвать аварийку. Но смысла в вызове аварийной бригады, когда в предыдущий ее приезд было четко сказано, как только дождь, выключайте в щитке реле. Хозяйка квартиры не видела и в очередное ненастье вновь звонила в УК. Оказывается, все не так просто. Протечка может быть совершенно в другом углу или в другом месте. А там, где текло ранее, видимо, иногда самоустраняется. Получается, что именно так. Полярный день, конечно, значительно облегчил положение. Вот только принимать ванну при свечах в течение уже, считай, полгода оказалось совсем неромантично. И сколько это продлится, неизвестно.